Коллеги, привет! С вами снова Стас Быков и сегодня продолжим тему создания эффективного лендинг пэдж, то есть посадочной страницы или одностраничника, кому как удобнее. Сегодня я вам расскажу, как сделать видеофон, который будет привлекать внимание, создаст красоту вашему лендингу, ну и какую-то динамику. Видеофон очень хорошо работает, конечно же, если его правильно использовать. Сегодня очень просто вам расскажу, как без знания программирования на свою посадочную страницу может сделать видеофон, который будет работать как на мобильных устройствах, так и на декстопных версиях, то есть на версиях для компьютера. На мобильных устройствах он будет работать в качестве картинки. Для того, чтобы не захламлять то пространство, которое у вас есть на маленьком экране, мы просто сделаем там картинку. Итак, начнем. Итак, как это все будет выглядеть? То есть мы видим, что есть текст, далее есть затемненный фрагмент видео и непосредственно само видео. То есть идет послойное такое наложение, где мы видим, главное, упор ли нас это текст. Здесь мы можем делать и дополнительные кнопки, также мы можем изменить текст. Далее идет блок уже с текстом. Сегодня мы будем это внедрять в наш лендинг, который я делал на прошлых видео уроках. Смотрите, обратите внимание. Сейчас есть две части, это третья. То есть первая часть адаптивный сайт с нуля. Я рассказываю несколько способов, как лучше создать сайт, как создать себе лендинг. И один из способов показываю. Есть вторая часть, шаблон сайта под себя за 5 минут. Здесь я уже показываю, как изменить информацию на лендинге под себя. Как применять текст, как применять картинки. Сегодня я вам на том же примере лендинга покажу, как сделать видеофон. Например, я вот на данной странице хочу вот в этом месте, сейчас вот в этом месте, сделать видеофон. Итак, что мы делаем? Мы опять открываем Notepad++. Это текстовый редактор, где мы как раз и будем редактировать верстку нашего шаблона. Скачивайте он бесплатно, если вы еще не скачали. Далее, тот шаблон, который вы скачали, напоминаю, Bootstrap шаблон. Вы его находите в Яндексе, скачиваете, меняете там текст, меняете картинки. И сейчас мы добавляем именно видеофон. Все очень просто. Просто смотрите на то, как я делаю и повторяйте за мной. Смотрите. Мне нужно найти вот этот блок прямо в коде. То есть я выделяю название About After. И ищу это в Notepad++. То есть Ctrl-F нажимаю, далее вставляю найти и нажимаю найти. Вот как раз этот блок. Смотрите. Видите, вот он здесь находится. То есть вот этот сектор, смотрите, он выделяется, когда его нажимают вот отсюда и досюда. Это одна секция. Вот это и есть вот эта вот секция о авторе. То есть изображение слева и справа текст. Нам нужно превратить это полностью в одну секцию без двух колонок. То есть мы выбираем, например, вот эту секцию, где есть картинка. А то удаляем. И, конечно же, нам нужно будет здесь поправить. Здесь шестерка. То есть всего состоит из 12 пустых ячеек. У нас здесь 6. Это половина. Мы обратно возвращаем. 12. Но, возможно, вам это делать-то и не нужно будет. Можем проверить. Нажимаем сохранить. Нажимаем F5. И все. Видите? Одна секция появилась. Сейчас именно сюда мы и будем вставлять. Что нам нужно будет сделать? Вот сейчас у меня здесь есть два окна. Обратите внимание. Здесь у меня именно код вот этого фона с видео. А здесь у меня окно. Это именно сам сайт. Смотрите, что мы делаем. Сейчас я вам покажу. То есть мы копируем CSS папочку прямо в корень нашего шаблона. Далее мы копируем папку Image прямо в корень нашего шаблона. Копируем папку Video прямо в корень нашего шаблона. Все скопировалось. Отлично. Теперь в нашем шаблоне есть файлы нашего шаблона плюс тот код для фона, который необходим. Вы заметили, что я скопировал. И теперь все очень просто. На tpad++ мы открываем индекс файл как раз вот этого фона. Вот я его открыл. И нам нужно вставить вот этот код. Вот мы его выделяем. И прямо вот сюда вот вместо этого текста копируем. Все. Мы вставили. То есть что здесь показано? Смотрите. Здесь мы видим, что подхватывается тег Video. Откуда нужно брать видео? В папке Video есть Plane MP4. Это формат как раз видео файла. Также есть Plane WebM. То есть два формата. Один может включаться. Один может второй. Также есть в папке Video Plane Spec. То есть это как раз картинка. Когда экран телефона маленький. Вот я могу сузить. Видите, он превращается в картинку. Для того, чтобы не захламлять трафик. Чтобы на мониторе было все хорошо видно. Он превращается в картинку. Итак, смотрите, что еще нужно сделать. Так как мы скопировали стили сайта. То отсюда нам из этого шаблона тоже нужно будет их сделать. Вот эту папку, я оставлю ссылку на нее. Вы можете ее копировать себе на свой компьютер. Именно с фоном, который движется. Смотрите, мы копируем и прикрепляем сюда CSS стили. Их помещаем в Head. Вот прямо где Head заканчивается. Видите, Head. Мы прямо вот сюда его помещаем. Все, нажимаем сохранить. И сейчас посмотрим, что у нас появилось. Нажимаем F5. Если у вас ничего не появилось, как и у меня, значит стиль в лейнинге нужно немного подправить. Что мы делаем? Мы переходим обратно в нашу папку, где мы копировали. Заходим в CSS. И вот этот файл Style CSS мы открываем в текстовом редакторе. Далее открываем строку 21. И здесь нас интересует Position Relative. Вот это, видите? 24 строка. Мы ее закомментируем, чтобы она не использовалась. Потому что позиция просто съехала в соответствии с нашим лейнингом и не подошло. Вот мы закомментили вот так вот. Наклонная черта, потом звездочка, в конце звездочки наклонная черта. Она стала зеленым, то есть она неактивна. Теперь возвращаемся на наш лейнинг. Нажимаем F5. Вуаля, все появилось. Простой пример фонного видео на сайте. Смотрите теперь, что у нас делалось. То есть главный блок. Далее преимущества. Далее блок об авторе мы с вами изменили. Здесь стал видео файл. Видите? Все шевелится. Дальше мы можем этот файл изменить. Если мы посмотрим, какая структура файлов здесь находится. Вот здесь видео. Здесь есть два файла. Это WebM формат и MP4. Используйте MP4. Вот мы его сейчас отдельно включим. Видите? Он идет 15 секунд. То есть крыло самолета. Это видео. В формате HD. И качество. Что вы можете сделать? Вы можете сделать свое видео. То есть свой кусок. Ну, на 15, на 30, на 60 секунд. Больше я, конечно, не рекомендую делать. Но можете. И смотрите, чтобы размер тоже был маленький. Что я могу порекомендовать? Вы можете сделать свое видео. Или использовать видео, которое найдете в свободном доступе в интернете. То есть напишите видео для сайта. Видео для фона сайта скачать. И там уже готовые фрагменты. Если вы хотите свое, то через редактор Sony Vegas или Adobe Premiere сделайте 15-40 секундный видеоролик. Далее вам нужно будет его конвертировать в формат именно для сайта. То есть для этого мы будем использовать сайт Converter Point. Я тоже ссылку на него оставлю в описании. Здесь это видео перемещается вот прямо вот сюда. То видео, которое вы подготовили. И на выходе вы можете скачать уже видео, подготовленное для фонового изображения. И что вам нужно будет делать? Вы просто вот в эту папку. Сейчас я обновлю здесь. Здесь папка видео. Видите, plane. Вы просто ее замените на другой видеоролик. И то же самое у вас все получится. Еще раз я вам покажу пример. То есть все сделал. Вы видели, как я сделал вот этот блок расширенную на всю ширину. Далее вы заметили, какой код я вставил в этот блок. Который стал подхватывать видео фрагмент. Видео файл на вашем хостинге. Если у вас еще нет хостинга, вы пользуетесь только локальным. Конечно же, теперь вот это все нужно загрузить на ваш хостинг. Используйте хостинг только качественный. Я пользуюсь макхостом. Здесь по промокоду стасбеков ссылка на данный хостинг будет в описании. Переходите. И три месяца пользуйтесь бесплатно тарифом мак10. Вы можете здесь сделать до пяти сайтов. Я с данным хостингом сотрудничаю уже очень давно. Стабильно работает. Никаких замечаний ему не было. Тем более, три месяца бесплатно хватайте момент и пользуйтесь. Если у вас какие-то вопросы будут именно по видео фону, по созданию лендинга, по другим элементам, то, конечно же, не стесняйтесь, задавайте все в комментариях ниже. Обсудим. Я данной работой уже занимаюсь с 2004 года. Я что-то в этом понимаю и смогу к вам ответить, подсказать, что-то посоветовать. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч, ребята. Пока-пока.